Привет дорогие друзья! Наверное многие из вас видели ту массовую атаку, ну они называют это атакой, наверное считают это атакой в мой адрес, да? По всей видимости это должно как-то настроить вас против меня, я не знаю. Тем не менее, вы видели это, вы видели слаженные действия определенных групп и скорее всего вы обрадовавшись еще больше начали подписываться на мой канал, за что вам большое спасибо, обрадовавшись того, что с нами так борются. Обратите внимание как с нами борются, то есть происходят нападения, постоянно регулярно происходят нападения в областях, в частности вот в Одессе начали регулярно сжигать борт, как будто бы, ну это же как птица феникс, вот в чем фишка, это же сердце, которое выклевывается орлом, оно каждое утро заново появляется, но та целенаправленность, с которой эти люди действуют по отношению к нам, ну мы же не страшные, как там говорят, 2%, да? Двухпроцентные, а вон последние опросы говорят 0,01 там или что-то там, 0,08, так чего так бояться? Но боятся. Боятся и работают, четко работают, целенаправленно работают по нашей полициле. Они все время что-то мутят в областях, то что-то сжигают, то на кого-то нападают. Вы слышали, чтобы они еще на кого-то нападали? Я слышал, что некоторые готовы были платить уже, чтобы на них нападали, чтобы их вообще заметили, чтобы против них что-то было. Но никому нет дела, вот до нас есть дело. Это партия Шария. Чем? В Северном регионе тоже зачем? Да, да. Я смотрел сегодня статистику на одном из телеграм-каналов про соцопытывания, которые, допустим, стосуются Одесской области. В окременных районах проводились опытывания того, как будут представлены партии, допустим, в Минской Раде. То на третьем месте скрось партия Шария. Миколаевская область давала цей партии, ну, по-моему, значимый процент. Там, в другом или третьем месте, в некоторых районах они даже боролись со слугой народа. А я должен сказать, что когда мы придем, мы будем действовать очень жестко. Это будет жесть, на самом деле. Я должен просто предупредить. Это будет жесть, мы не будем дарить фиалки. Потому что люди, которые должны были понести наказание, они не понесли наказание. Я верю, что мы внедрим закон о клевете в средствах массовой информации, а это обязательно надо сделать. В общем, вот этот вот эфир – предтеча того расследования, которое вы увидите через несколько часов. Приготовьтесь, но мне кажется, это интересно. Анатолий Шарий, блогер, приедується до нас в эфире. Откликуемся в нашему шоу. Анатолий, добрый вечер. Радю вас вітати. У нас премьера шоу на телеканалі ЗВІК. Я радий вас бачити в нашому эфире. Здравствуйте. Мы сейчас обговорювали ситуацию вокруг пана Бирюкова. Он порадил тем, кто голосовал за Селенского, ЗСУ, до века нести патрулювание сепаратистами. Потом, конечно, он перепросил за свои слова, но тем не менее, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали эту историю. И эта конотация, співпрация сепаратистами, которую очень часто используют в Украине, для того, чтобы в певную меру впливать на человека, виноватить у зрады или что. Что вы про это думаете? Ну, я про это не думаю, я про это знаю все. Если вы хотите узнать, что такое наклеивание ярлыков, спросите у меня, потому что пророссийский, работаю на Кремль и так далее. Это появилось года с 15-го, наверное, с конца 14-го в отношении любого человека, который критикует действующего власть или же какие-то действия государства. Это старые ярлыки, эта тема рабочая до сих пор, она работает. По поводу Бирюкова, меня больше интересна другая реакция, вернее, отсутствие, полное отсутствие реакции всех телеканалов Порошенко, всех, всех имею в виду двух, да, прямого и пятого, средств массовой информации, которые аффилированы с европейской солидарностью, где зверобой заявление, где заявление Федины и прочих, которые реагировали на недостаточное, с их точки зрения, там, адекватное общение Зеленского с военнослужащими, как они реагировали. Вы помните, они до сих пор это вспоминают при каждом удобном и неудобном случае. А здесь тишина, как будто Бирюков какой-то, ну такой, супер заслуженный человек, про него нельзя говорить. То, что он извинился, вы знаете, они все извиняются. Муждабаев, вы помните, да, я тоже из пула Порошенко-Любов, он призвал расстреливать, к примеру. Он прямым текстом говорил, что общался с комбатом и что хорошо было бы расстрелять тех, кто голосовал за Зеленского. Он тоже потом извинился. Служба безопасности Украины проигнорировала обращения депутатские по поводу его заявления и так далее. Вы обратите внимание, и это нам говорит о том, что им все равно на заявление. Если кто-то думает, что их на самом деле волнуют какие-то заявления Зеленского, о том, что он недостаточно там правильно общался с военнослужащими, вот что их это как бы там, он их цеболыть, так это все заблуждение. На самом деле главное это нападение на Зеленского, использование любой возможности, той самой возможности по отношению к тому, что на Бирюкова они не реагируют. То есть аналогичная ситуация, хуже ситуация в десятки раз. Он назвал ублюдками десятки тысяч людей, которые посмели проголосовать за Зеленского. Он назвал их ублюдками абсолютно неадекватно, потому что ситуация с совместными патрулированиями, это не вчера появилось. Передо мной открыта украинская правда. 20 декабря 2014 года Украина и РФ организуют патрули в ЛНР и ДНР, к примеру. Мы помним ситуацию, когда обыскивали на заезде тех самых киборгов в Донецкий аэропорт, и это видео полно в интернете, в открытом доступе, это не моя придумка, где обыскивали, смотрели, что там лишних рожков с собой киборги не брали. То есть такие ситуации уже были. Но реагируют на них только тогда, когда заявляет там Зеленский, вот значит в него летят стрелы. Бирюков человек ниоткуда. Человек, который привлекал сотни миллионов гривен из бюджета на всевозможные проекты, которые в итоге оказывались полем грязи, к примеру, как с теми самыми полигонами. Человек, который, ну единственное, что он привнес, как бы, я это вижу, да, это лишний вес в свое тело за все это время, пока он был советником. Человек ниоткуда. Человек в отношении компании, которого было уголовное расследование за торговлей живым товаром, и это не придумка, это также материалы дела, которые есть. Но его соратник был привлечен, а он не был привлечен. Вот и все. Да, мы побачим, как будут новые правоохоронные, ну как, старые новые, как их назвать, будут реагировать на эту историю. Анатолий, я не дарбал цю фразу, навев цитату, співпрация с сепаратистами. Ну, извините, вас тоже, ну, много кто назвал, вот вы сказали, клеймит людей, вас назвать проросийским блогером, да, который там працюет на гроши Кремля. Это сейчас спостерегается, ну, как мне кажется, какая-то компания в медиа, которая, ну, фактически дискредитует вас. Как вы это прокомментируете? Что, в основном, происходит? Это какая-то медиа-атака на вас, або что? Ну, смотрите, я уверен, что это медиа-атака, да, конечно, она наблюдается с привлечением средств массовой информации, причем они как одновременно всасывают эту информацию, там, кто-то сделает вброс, остальные всасывают, а третьи ссылаются на вторых. Я не считаю, что это дискредитация, я считаю, это очень хорошо, потому что в стране, где вторая по численности партия, политсила, которая вошла в парламент, является не скрыто пророссийской, а откровенно пророссийской, да, это неплохо. Вот, меня же обвиняют в том, что я скрыто пророссийский, как-то тайно пророссийский, секретно пророссийский, какие-то месседжи есть, которые тайно скрытно пророссийский. Ну, окей, пусть будет так, я человек, живущий в Европе, не посещающий Россию, не выступающий на российских телеканалах, да, я какой-то пророссийский секретно. Я согласен с этим, без проблем, но интересно смотреть, откуда берется эта информация, и кто это вбрасывает, то есть, сейчас пчеломаткой такой, которая занимается, вот этими вбросами является обозреватель. Обозреватель, возглавляемый Бродский, который прекрасно себя чувствовал при Януковиче, обозреватель, возглавляемый Орестом Софором, который являлся официальным советником Азарова. Вот, эти люди сейчас занимаются такого рода вбросами, они уже своих брос, они уже поймали один из судов от меня, моментально удалили материалы там, с рассказами о том, как я насиловал людей, вот, и меня разыскивают в Европе, никак не могут найти, и теперь они дошли до того, что на телеканале начали рассказывать эту же историю, про то, что я насильник, массовый насильник, и, в общем, есть множество жертв насилия, но никто меня не может найти, к сожалению, Интерпол бессилен. Вот, это показывает, это показательно, я думаю, это показательно, до чего они могут опуститься, но мы покажем, что мы можем сделать и персиклицензии, и так далее, потому что надо как-то противостоять. Началась история с того, что мы посмели просто сказать о ряде бизнесов, которые принадлежат тому же Бродскому, и вот таким вот образом борются. Если не будет введено уголовное наказание за клевету в Украине, это будет продолжаться. Как бы к этому кто ни относился, говорят, что, мол, типа, это нападение на свободу слова. Смотрите, меня обвиняли в том, что я, там, рука, нога Кремля на сайте телекритика. Я подал в суд, и в суде они поплыли и рассказали, что Кремль — это сооружение древних веков, а русский мир — это очень положительно, потому что это Достоевский и прочие писатели. Они в суде сразу рассыпаются, расползаются, а если будет уголовная ответственность, они моментально, ну, они будут думать, во всяком случае, что пишут. Да, Анатолий, спасибо, что был разум с нами, Анатолий Шарид. Майдя Бронов был с нами на звездку, спасибо за комментарий. Продолжение следует...